Готов к труду и обороне. В детстве я рос в деревне, к сожалению, у нас не было больших спортивных клубов. Мы занимались бегом практически каждое утро, пробегали по 5 километров, пацаны. Михаил Некрасов, генеральный директор биофармацевтической компании «Наналек». Два раза в неделю я хожу в спортзал, а каратэ несколько подразделений, несколько видов. Мой вид это традиционное шатекан, каратэ, до. Психологически надо себя настроить, то есть в этом случае ты же стоишь в спарринге, ты должен уметь защищаться, уметь наносить удары. Вид спорта, ну, для меня он был важен для того, чтобы уверенно себя чувствовать практически везде. Ты можешь защитить, ты можешь ответить словесно. Ты всегда в любом месте можешь себя уверенно чувствовать, это помогает. Этот спорт закаляет психику. Постепенно формируешься в настоящего бойца. Это не для того, чтобы там кого-то обидеть на улице. Это с точки зрения кого-то защитить, это с точки зрения того, что это даёт тебе всё-таки силы. Готов к труду и обороне. Это было всё в своё время, когда мы росли, и нормы готовы, и всё. И это помогает человеку. Потому что, вы понимаете, есть наука такая, йога, да. Йога, она состоит из двух больших частей. Ханта-йога и хатха-йога. Это физическое и духовное совершенствование. И одно без другого не бывает. Тренируя мышцы, вы тренируете свой мозг. Тренируя свой мозг, вы, собственно говоря, приходите к тому, что нужно тренировать мышцы. Вот такая взаимосвязь. А ГТО – это всё-таки тренирует ваше тело. Заставишь себя выполнять нормы ГТО. А в этом случае, когда рядом кто-то занимается массовое увлечение, оно вовлекает других людей. Всё-таки вот эти действия, они дают возможность людям осуществлять какую-то физическую нагрузку. Но даже за компанию. Редактор субтитров А.Семкин